Диана Абди Диана Абди в среду вечером ушла с собственного выпускного в 39-й школе и сутки числилась в списке пропавших. Ярославль, Ростов-на-Дону. Сегодня вечером с речного вокзала отправится фура с гуманитарной помощью для детей Донбасса. Сейчас идет погрузка продуктов, воды и медикаментов, которые в течение двух недель приносили ярославцы. В общей сложности набралось более 20 тонн груза. Фура направится в Ростов-на-Дону и в Новошахтинск. Волонтеры благодарят неравнодушных и говорят, что это не последняя машина. Может быть, им на неделю, где-то на неделю хватит, потому что народу достаточно много и все хотят есть завтрак, обед, ужин. Только кажется, что у нас здесь много народу еще больше. Заместитель губернатора Александр Сенин подал в суд на областного парламентария. Сегодня об этом на брифинге сообщил сам чиновник. Кроме этого, Сенин дал публичный ответ на обвинение депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Парламентарий обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой проверить чиновника на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий. Сутью вопроса стали госконтракты по закупке оборудования и медикаментов для больниц Ярославской области. Немцов настаивает. Большинство конкурсов выиграны компанией, которую возглавляет супруга замгубернатора. Есть ли в этом нарушение, покажет проверка. На время ее проведения Александр Сенин решил уйти в отпуск. 148 миллионов. Таковы убытки Ярославской генерирующей компании за минувший год. Сумму озвучили сегодня на собрании акционеров ЯГК в правительстве области. Ярославская генерирующая компания создана в 2010 году в целях модернизации жилищно-коммунального хозяйства. За время существования в девяти районах региона созданы филиалы компании. ЯГК занимается тепло- и водоснабжением, водоотведением, газо- и электроснабжением 200 тысяч человек. Ярославская генерирующая компания – это более 100 котельных и около 300 километров тепловых сетей. Причину убыточной работы председатель правительства Александр Князьков видит в разрыве между тарифами для населения и себестоимостью производства коммунальных услуг. Партия наркотиков при вокзальном кафе и взрывчатка, прикрепленная к вагону поезда. Реально такие находки редко встречаются в одно время и в одном месте, но не сегодня. Вокзал Ярославль-Главный стал тренировочной площадкой для кинологической службы транспортной полиции. Четыре специально обученные собаки искали опасные схроны. Кинологи уверены, их четвероногих помощников не заменит даже прогресс. Редактор субтитров А.Семкин